Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И Ручко Людмила Евгеньевна, старший врач смены скорой помощи. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, ожидаются ли какое-то потепление или же наоборот климат станет более суровым? По прогнозам синоптиков на эту неделю до конца недели будут морозы, аномальные морозы, в ночное время суток до минус 49 градусов. Но прогнозируется небольшое потепление на 4-5 градусов, это выходные, ну и потом в начале следующей недели тоже прогнозируются морозы. Вот такие прогнозы нам на сегодняшний день дали синоптики, и по которым мы отрабатываем риски происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории республики. Ну вот как раз таки по теме морозов, с наступлением холодов, как бы частный сектор начинает топить круглосуточно. И насколько мы все знаем, зима это очень пожароопасное время года. И вот в связи с этим хотелось бы узнать, что говорит статистика за этот год и за прошлый, уменьшилось ли число пожаров или же наоборот увеличилось. И также интересно узнать об основных причинах возникновения пожара в частных домах. С начала года на территории республики Тува зарегистрирован 1081 пожар, за аналогичный период прошлого года 1364 снижение на 283 случаев, при которых погибло 16 человек, а за аналогичный период прошлого года 19 снижение на 3 случая. Травмировано 30, аналогичный период прошлого года 48, снижение на 18 случаев. За прошедшие сутки на территории республики Тува зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. То, что мы говорили, что получается у нас ежегодно, когда наступают сильные морозы, конечно, идет скачок по пожарам. И в основном по объектам это жилой сектор и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Спасибо. Людмила Евгеньевна, поделитесь, пожалуйста, а что говорит статистика Минздрава? Как обстоят дела с обморожениями, получается, с ожогами, если уже по теме пожаров продолжать? Ну, в общем, тоже статистика радует, что произошло уменьшение обращаемости по поводу отравления угарным газом, отравления по поводу ожогов и отморожений. Но количество остается значительное, несмотря ни на что. Тем более, учитывая сейчас морозы на улице, страдает прежде всего население неблагополучное. Те, кто не имеет постоянного места жительства и люди, злоупотребляющие приемы алкоголя. А что говорит статистика по отравлению угарным газом? Значит, по отравлению угарным газом количество обращаемости уменьшилось на 44%. Летальные случаи уменьшились на 20%. Но смертельные исходы у детей остаются на том же уровне. То есть два ребенка погибли в прошлом году и два ребенка погибли в этом году. Спасибо. Давайте сейчас обсудим такую очень важную тему. Что делать ребенку в случае, если возник пожар, а родителей рядом нету и взрослые вообще отсутствуют? Основная рекомендация, которую мы даем населению, это то, что, конечно, в первую очередь дети не должны оставаться одни. Если тем более в тех домах, которые имеют печное отопление. Получается, у нас 13-го числа произошел пожар, на котором в доме находились четверо несовершеннолетних детей одни. И в этом случае, конечно, своевременное прибытие пожарно-спасательного подразделения, а также родителей спасли данных детей. Спасибо. Людмила Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, что в первую очередь поражается у человека при длительном нахождении рядом с пожаром? И в связи с этим объясните, пожалуйста, что нужно делать человеку, чтобы эти поражения максимально снизить? Ну, прежде всего, при контакте с открытым пламенем будут ожоги, при том, что там в помещении пожар горит, естественно, и мебель горит, и угарный газ может образовываться, плюс продукты горения. То есть это будет еще и отравление угарным газом, продуктами горения. Поэтому, ну, тут радикально, конечно, нужно покинуть это помещение, значит, закрыть дыхательные пути влажной чистой тканью. Ну, и, естественно, когда это дети одни, то им это трудно сделать. Поэтому тут опять возвращаемся к тому, что детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Потому что это может действительно закончиться трагедией. Взрослые хотя бы с детьми, они могут им помочь. А если ребенок один, то он порой не сможет вызвать помощь, как-то обратиться за помощью. Полностью с вами согласна. Но что же тогда все-таки делать? Как уменьшить, снизить вообще статистику к нулю? Какие меры профилактики необходимо выполнять домовладельцу частного сектора? С началом отопительного сезона основными объектами пожаров являются частные дома с печным отоплением. И, конечно, сейчас на территории республики очень большой рост идет строительство частных домов. И если сначала строительство взять, то, конечно, печи должны устанавливаться специалистами по нормам, требованиям пожарной безопасности. А при эксплуатации печного отопления, это, конечно, мы должны говорить о том, что в связи с сильными морозами не должны топить интенсивные печки. Они должны топиться в сутки 2-3 раза с промежутком час-полтора часа. Вот такие требования должны соблюдать хозяева частных домов. Будем надеяться, что все последуют вашим рекомендациям и статистика покажет еще большее снижение в следующем году. Людмила Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, телезрителям, какую первую помощь можно оказать в случае, если, допустим, человека вынесли из дома, в котором был пожар, вот он лежит перед тобой. Что можно сделать до приезда скорой помощи? Так, если действительно человек пострадал от открытого пламени, у него обширные ожоги, то никаких мазевых повязок накладывать не надо. Прежде всего, освободить дыхательные пути, чтобы он свободно дышал. Естественно, вы вынесли его в безопасное положение, положили его в безопасное место, придали ему в безопасное положение, чтобы хотя бы как-то нивелировать отравление продуктами горения. Перевязывайте, как у нас бывает, мажут гусиным жиром, растительным маслом. Этого ни в коем случае делать нельзя. Если есть возможность дать, если он в состоянии глотать, дать какой-то обезболивающий препарат, это можно сделать. И обязательно обратиться за медицинской помощью. Как можно быстрее. Спасибо. Возможно, у кого-то есть какие-то пожелания нашим телезрителям, рекомендации? Я бы хотела обратиться к жителям нашей республики и напомнить, что по прогнозам синоптиков, сильные морозы на территории республики продлятся еще до 16 декабря. В связи с чем, рекомендуем соблюдать правила пожарной безопасности. Также водителям рекомендуем не выезжать в дальние дороги. А в целях профилактики обморожений не выходить без надобности детям и пожилым людям. Спасибо. Людмила Евгеньевна, у вас есть что-то добавить? Так, хотелось бы пожелать дорогим телезрителям здоровья. И для того, чтобы они были здоровы, нужно одеваться по погоде, следить за своими детьми, которые не должны действительно быть на улице одни. Значит, люди пожилые, у которых есть еще сосудистые заболевания, они еще более подвержены отморожениям. Поэтому пожилым людям тоже лучше оставаться дома. Хотелось, чтобы все были здоровы. И впереди новогодние праздники. Хотелось бы пожелать хороших новогодних праздников без происшествий. Спасибо за очень нужные и добрые слова. Напомним, что у нас сегодня в гостях намча Луиза Кыргысовна, начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Тыва, Олчей Бенайдыс Хириллович, инспектор отдела надзорных и профилактических мероприятий, управления надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Тыва и Ручко Людмила Евгеньевна, старший врач смены скорой помощи. Спасибо вам всем, что сегодня пришли к нам. Спасибо. Вы смотрели интервью дня. До новых встреч и берегите своих родных и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова